Субтитры делал DimaTorzok Начнём с первой, которая у нас записалась Кавер на группу Nightfish Ночная рыба, насколько я знаю А там это? Это чистую минусовку, они нашли голоса Оригинального здесь нету вообще, да? А чё минусовка-то можно опять вообще не помню? Не знаю, на какой-нибудь буллит в форме Валентарно походу, найди минусовку Не, ну, во-первых, песня сама по себе очень сложная Я считаю, попытаться повторять Затари и Турмина Да, вот эту песню, это вообще нереально Ну, это может, я думаю, какая-нибудь оперная появиться Действительно профессиональная Но слышно, что нотки где-то не попадают Вот, ну, только что Нот мимо кассы очень много Плюс ещё голосок дрожит, может быть, какой-то здесь Не львишки, да, но хотя бы что-то волноваться Не, в целом молодец, что взяла такую песню Да, решилась на эту Но для этого нужно реально стараться И, не знаю, гонять эту песню там, ёлки-палки За каждую ноту Потому что тут, всё, она, видишь, она же поёт И если Турмина вроде Оперные именно, да? А здесь слышишь, она голосом пытается Не вот этим вот именно, оперным, да, вот именно Груди, да, а она именно связкой пытается Вот здесь Ну и где-то, насколько я понимаю, да, если В пальце там где-то, да? Где-то был здесь в пальце? Нет, я что-то пока не слышу Пёсову знаю, но, короче, мне не нравится Просто попроще взять песню Конечно И сделать её кайфово Лучше Но тяжёлый Я, допустим, я, если бы Рабаны выбирал, я бы Диму Боджер не стал на них делать явно какой-нибудь Я ещё не попроще не снял Следующую часть Ну, надо сказать, парень Вообще, получается, нигде не играет Просто ходил на уроки Экстрим вокал И вот, типа, решил попробовать свои силы Может, видишь, куда возьмут с таким настроем Это полностью здесь тоже минус или чистый его голос, да? Или это там где-то есть Нет, здесь слышно оригинальный голос Здесь уже не минус, там есть Ну, здесь, хотя бы, зато, по крайней мере, хоть и идёт голос оригинальный, да, его голос слышно больше И можно чётко понять, что, да, действительно, это он поёт Не, ну, молодец это, да, адски сложно это всё делать, да? Единственное, что жалко, что в одном, да, ключе как бы Да Вот, если бы где-нибудь, ну, была бы такая песня, он бы раз и чистым после этого всего бы запёл, без креек Ну, тогда бы я сказал, ну, бляха, муха, да, круто Ну, круто всё равно Нормально Я, по-моему, не в таком коллективе, говоришь, нет, не очень не участвовал Да, да, да Ну, вот, кстати, ребята, вот, кто ищет себе вокалиста в экстремальных стилях и подобных Вот вам готовый кандидат, в принципе, неплохо выглядит и даже двигается, да, в принципе Следующий Если это трудно Очень сложно, то есть Вот эти все переходы после такого скрима запеть чистым, потом адски сложно Очень сложно не обосраться на такой песне Надо было, как-то, не знаю, по кратку саму, что ли, потише сделать Вот мы выложили этот камер, и оригинальный исполнитель этой песни написал, он говорит, что Миштяк спел Да, 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 я видел это А ещё было бы клёво, да, вот если вы, как организаторы, в последующем будете проводить такие баттлы Раз было бы здорово, если где-нибудь в песне, буквально там на пару секунд или на тройку раз Подкладочка основная убавляется, и слышно голос вокалиста, прямо как он поёт в реале Это было бы вообще интересно Да, и динамика бы общая не потерялась Все бы без подкладки голос послушают, сказали бы, ва-ха, прикиньте Хорошие предложения Да Так, ну сейчас нам нужно подвести итог по вокалистам Голосовать мы Посмотрели сейчас троих Да Ну, я не знаю, как это Я за Жириновского Однозначно Так, ну я однозначно выбираю вот Станислава Порнова Потому что, мне кажется На первое место Конечно, вот Тома Парнишки, который ни в одной группе не играет, да Но, тем не менее, там, спел песенку Ему дикий респект и пожелание осваивать ещё чистый вокал Вот если он будет скримом кричать, да, так ещё плюс будет владеть чистым вокалом Не, а может он и владеет Может он и владеет, да, кстати Если вот, если владеешь, то тогда следующий, когда будешь делать кавер, обязательно сделай, чтобы, ну, разноплановый был А даже просто сам возьми, запиши чей-нибудь, да, выложи Да, группа на заметку Отличный вокалист, пожалуйста Они готовы Ну, а ещё нужно выбрать Второе и третье А Станислав, он где-то по какой-то группе участвовал Я считаю, он заслуженно побеждает На второе место я бы поставил Как зовут? Как его зовут? Человек Семён, да Вот Семёна на второе место и даму на третье Так, а что считает? Поддерживаем Поддерживаем Единогласно Единогласно Понятно, ладно Значит, ну, поздравляем Стаса Поздравляем Семёна Поздравляем 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 Татьяну Сколько Стас денег получит? 750 рублей 750 рублей 750 рублей Конечно, можно неплохо, в принципе, накернуть на эти деньги Давайте продолжим просмотр ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Буду смотреть это видео, по-моему, в третий раз уже Я просто фанат Дмитрия Димка, я твой фанат Сложно очень понять, где звучат барабаны записанные этой песни Где вот этот его звук В те моменты, когда Димас не попадает в сетку и промахивается во времени по-малому Сразу слышно, где как бы малый Димаса Потому что он слышно, что звучит стрёмно А в целом очень трудно понять, особенно бочку Я вот, допустим, и в наушниках слушал, и на колонках Я так и не мог понять, где бочка там живая Я знаю, что барабанщик хороший, играет он хорошо Мне его игра нравится Насчет него самого могу сказать так Прошлое, когда давно это видео-балтал, это был тоже Уровень значительно вырос, я это вижу То есть Димка молодец На самом деле это хорошо Совершенству нет предела, конечно Я не сомневаюсь, что он нормально его, скорее всего, хорошо сыграл Но надо было все-таки действительно снять оригинальную игру на барабанах И оригинальную дорожку сюда и подложить То есть, да, как когда сыграл Хрен с ним, даже три дубля сделать, да, и выбрать из них самый удачный, допустим Да, да, вот И саму подкладку ниже надо было поставить все-таки, чтобы слышно было все Бочечку как-то более выделить Бочечку добавить, да Потому что здесь не поймешь, где... Тоже было хотя бы снять ему тремя микрофонами Один микрофон в бочечку, два микрофона в руки Да Уже был бы хороший звук, микрофон не играл бы и все Да И я так вот обычно, мы так альбомы-то и пишем Все по этому, Димке респект за старания Тем более, он один единственный участок Участник, значит, самый смелый оказался Вот, но в целом это... Не, а остальные почему не стали? Ну, они проиграли в борьбе с линией Да Есть такое слово... Лошары! Есть слово несрушабельно, да А это неконкурсабельно 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 Вне конкурса, ставка Да, вне конкурса При зрительских симпатий Димка, красавчик Не, уровень на самом деле вырос, видно То есть, как руки работают Все, потому что я, кстати, ему же После того, как тут был конкурс Он же меня спросил, ты подскажи, что у меня не так Что, кого на что обратить внимание То есть, я вижу, что он в лучшую сторону меняется В отличие от некоторых, которые до сих пор смотрю, как играют Ну, они были Я же не рассказывал Вот В общем, молодец, красава Поздравляем 73 рубля 50 копеек Твои Можешь пиво по акции какую-нибудь купить Шпанское ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо было все-таки дорожку глушить Да-да, это преподушить надо было Потому что, когда вот это все дело сводилось Я так понимаю, они хотели, чтоб это как запись звучало в пачке Нам-то нужен конкурсный звук, да? То есть, надо было гасить пачку Хотя я могу сказать, что я не очень люблю, когда басисты играют медиатором. Вот это меня маленько напрягает. Ну ты это ладно, это разные вещи. Иди Беляшихана смотри тогда. Ну музыка, наверное, конечно. Все-таки медиатором, наверное, удобнее играть. Ну что, здорово, песня хорошая, мелодичная. Давай следующую. Вот это кайфово, здесь видно работу, слышно. Единственное, надо было бас хорошенечко капрессануть, потому что у него много этих нот, таких, которые не явные, чтобы они все выделялись, да, местами, провалы такие получаются. Скажем так, не все звукорежиссеры. Ну да. А здесь вообще получается, это чисто звук на камеру писался. А, вот так даже? Да. То есть это все их подложит, чисто вот этот звук на камеру, вот он. Да. Грубо говоря, онлайн звук записан. Да, да, да. Здесь он, получается, ну вот принес минус, где вот вся партия вырезанная басовая. И вот сам сидел и бас. Ну-ка, сейчас клюву. Хорошо? Клюв. Клюв, клюв. Клюв. И всё же без стажа. Да? По-моему, играл своё время даже в Хамау Битву. Да, возможно. Да, возможно. Когда там ещё был, ну вот, такой электрический вариант вот. Вот, а то он здесь, видишь, злое выражение лица сделал. То есть... Кайфует! Кайфует сам, да. Злая музыка, и он сам тоже... Из лица. Там, из-за угла уже он, сатана выглядывает. Нет, скажем так, это музыка, в которой бас так не раскрывается. Он здесь просто не на первом плане, поэтому трудно понять, где он здесь. В музыке очень хорошо бочки раскрываются, которые цопкают все песни. Ну, давайте нужно подвести итог. Слушай, я не знаю. Кто же первый, кто второй, а кто третий? Я затрудняюсь первого выбрать. Я вот тоже первого затрудняюсь выбрать. Потому что либо Николай, либо Арсалан. А вот кого из них выбрать, я вот с трудом. Если брать именно по, скажем так, басовой фишке, у Николая сама песня более именно такая для этого приспособленная. Ну, то есть там реально бас раскрывается. Ну да, это все эти фишечки, ведущего, не считай, получается, там идет партия. Здесь он не так сильно раскрыт, но сыграно вроде бы неплохо. Песня, конечно, сложная сама по себе. Партия, я бы тоже сказал, что не менее сложная. Ну, давайте, ну что, наверное. Ну, каждый скажите, кого вы переставите. На первого, на второе, на третье. Ну ладно, на третье мы ставим, получается, Олега, да? Да. На третье мы ставим Олега. Ну, я вот так считаю. Смотри. У Арсалана бас хороший. Ибанес ССРГ. Да, шестерунный, дорогой. На нем играть просто. У Николая бас... Лыжи сами едут. Бас похуже. Но. Ямаха вот этой серии, ее даже слышно по звуку, что она деревянная. Я думаю, все-таки, если мы победу отдадим Николаю, у него будет вот эти вот... Небольшая капитала. Да, 48 рублей 30 копеек подспорьем, так сказать, началом, чтобы накопить на бас. Ну, а Арсалан, он как бы опытный уже музыкант, давно играет. Бас у него хороший, дорогой. Хорошо. Поэтому давайте Николай... Николай. Но Николай, не зазнавайся. Да, не зазнавайся. Работай, работай. Потому что Арсалан только вот из-за того, что у него бас лучше, чем у тебя, только из-за этого мы ему дали второе место. Ну, и он сам уже... Не, на самом деле я бы первое место обоим вам отдал. Да. Это и песни сложные, и сыгранные. Ну, нам Серега сказал, что так нельзя, поэтому давайте первое место мы отдадим Николаю, второе Арсалану, а третье Олегу. Вот, будет, считаю, справедливо. Поздравляем. Ура. Записано. Как? Записано, получается, тоже на студии. Камера стоит напротив стека и записывается. А, вживую все. Да. Ну, я имею в виду дублем одним записал и все просто. Да-да-да. Ну, и плюс оригинальная дорожка. Ну, это понятно, да. Ну, как бы она звучит не там на студии, она звучит... Не-не, она там тоже звучит. Не-не. Он слушает ее в наушниках. А, в наушниках? То есть, наушниках. С той стороны головы. С той стороны головы. Нет. Там чисто был такой, звуковой дублей. Нет, да? Прикольно, кстати. Ну, да, такая пацана, да, в конце 80-х, 90-х годов, да? Сразу чем-то напоминает мираж. Миражи, понимаешь, гитары кайфовые были? Да-да-да. Кстати, он сам придумал коляску. Да. Кайфов. Это большой плюс. Жирный. Плюс. Ты знаешь, гитару, видишь? Это его личная гитара, но я сначала попал. Ну, да, это у него старая гитара, он давно с ней. У него постановку пальцев спишь, специфические, из-за этого он там скорябывает. Могти стричь на нынешней. Нет, дальше ничего. Начало, ну, маленько, да-то? А, ну, проигралась. А тут вообще здорово. Молодец! Сверги и минья. Молодец, парень. Да? Играя, пишу, уверенно как. Видишь, что готовился. На шару там тебе. Эффект. Не, ну да, ну или я тоже готовился. Все готовились. Здесь просто как бы видно, что у людей уровень техники-то разный немножечко. Да, да. Или о чем хорошего у него? Оригинальная вещь. Здесь как бы вещь-то не шибко оригинальная, но она намного более сложная. Что скажешь? Почему гитаристов так мало, ёлки-по? Да вот какая-то аномалия. Что такое-то, блин, а? Блассистов больше всего. Блассистов больше, чем гитаристов. Во-первых, все богатые, денег никому не надо. Хотя безумный, огромный призовой фонд нынче у нас. Вот. И ленивые все, да? Ленивые скорее всего. Гитаристов у нас в городе как собак нерезанных. А вот, видите, это же надо заморозь. Барабайщиков крайне мало, но я не знаю, что ребята. Да, ну могли бы отказать. Кто участвует в конкурсе, тот, короче, все, обратного пути нет. А кто спрыгнет, тот. Чёрт. А чёрт хуже петуха. Ну, по технике, по сложности песни, да, по, конечно же, Сергей. Офигенно. Ну, Илья, мне понравилась именно задумка сама. Оригинальность. Оригинальность, да. Сделать каверную песню такую. Песня прикольная сама по себе, классная. Ну, с другой стороны, сыграл там хорошо. Сыграл хорошо. Я вот и поэтому и мечу сидишь. Сыграл там, песня такая сложная такая. Да. Ну, и понятно, что туда ты не добавишь своё что-то. Сходу-то ты не разбежись. Как-то вот, не знаю, слушай, ну за технику, за именно качество, да, я, конечно, Сергей. Оригинальность и реально кавер, то есть сам придумал человек, Илья. Пёс его знает. Так, ну давай тогда, что тогда, решаться надо. Дело серьёзное. Такие деньги наконуют. Может с вами поделится кто? Ну, давай, всё-таки техника, дело серьёзное, я считаю. как бы оригинальность с оригинальностью, а технику вот эту песню, вот, выдрочить, сыграть, так сказать. Я бы, допустим, эту песню не смог бы сыграть. А он, видишь, взял и смог. Он, это Сергей, да, то есть. Ты даже Цоя сыграть не сможешь. Цоя ещё сложнее, чем будет. Ну ладно, да. Я не гитарист, я не знаю. Да, я отдаю, в общем, победу Серёге. Серёга Миллер, в общем, я за тебя голосую. Я соглашусь, сама песня сложнее, конечно, да, именно, техника, всё кайфовое. Ладно, я тоже с тобой соглашусь, прислушаюсь к тебе, как гитаристу. Да-да. Вот. Ну, Илья красавчик. Красавчик, Илья. Просто молодец. Вот так просто, красавчик. Продолжай делать такие фишки. Да-да. По сути, ты можешь даже сам что-нибудь снимать. Каналчик на Ютубе. Да, и всё. Кормушечку выпил, кавер записал, на конце блеванул. Давай миллиону подписчиков обеспечить. Не блеванёшь, мало будет подписчиков. Всё, в общем, победу отдаём среди гитаристов, отдаём Сергею, Миле. Поздравляем. Ну, Илья, красавчик, ты, скажем так, не хуже. Да, не хуже. Молодец. Замечательно. Ну, спасибо, ребят. Всё. Сергей, приглашайте ещё нас в нашу студию. Хорошо. И мы запишем. Всем привет, всем участникам конкурса огромное спасибо. Нам было очень интересно это всё смотреть. Участвуйте в конкурсах. Обращайтесь к Сергею, призовой фонд будет расти. Надеюсь, да. Чем больше участников, тем больше призовой фонд, поэтому... И тем меньше шансов на победу. И не забывайте, не забывайте, что совершенству нет предела. Поэтому, кто победил сегодня, это не значит, что... Всё, бля, корона выросла. Всем привет. Щеглы, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok